Медицинские учреждения автономии обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения гриппа и вирусных инфекций, рассказала главный врач Чадарлунской больницы Наталья Папазогла. В Чадарлунском районе тоже есть рост сезонных вирусных инфекций, гриппа, поэтому медицинские работники не расслаблялись. В борьбе с этими инфекциями у нас есть достаточно экипировки как для борьбы с ковидом, так и для защиты от других вирусных инфекций. Мы ужесточили масочный режим в медицинском учреждении, поэтому просим понимание снисхождения со стороны пациентов, если попросят одеть маску, находясь в медицинском учреждении, так как это пусть маленькая, но преграда, барьер от тех вирусов, которые витают сейчас в воздухе. Сегодня в детском отделении Чадарлунской больницы находится 38 пациентов, отметила Наталья Папазогла. Очень много обращений, просто не все пациенты госпитализируются, уже зависит от тяжести, состояния пациентов, поэтому это так, относительно, не скажу, что пошло на снижение. Грипп и вирусные инфекции имеют тяжелое и длительное течение, говорит врач-педиатр Камрадской районной больницы Евгения Братунова. С волнообразным течением, с периодами улучшений, с меняющимися опять новыми волнами. С чем связать? Мы консультируемся с коллегами, да, с Кишинева, мы не работаем сами, мы периодически созваниваемся, уточняем, как у них ситуация. Ну, в Кишиневе тоже значительно ухудшающая ситуация. Абсолютно такая же ситуация, да, у нас все сложные случаи, конечно, консультируются, и мы пытаемся найти тот оптимальный вариант для этого ребенка, да, потому что протокол не всегда отвечает требованиям, которые у нас есть в настоящий момент с теми, с той ситуацией. У них точно такая же ситуация, и у них больше возможности обследовать детей, естественно. Вот, и они акцентировали внимание на то, что у нас сейчас идет микс инфекция, то есть грипп с коронавирусом, грипп с какой-то инфициальной вирусной инфекцией. Вирусные заболевания имеют очень короткий инкубационный период, от трех до шести часов, отмечает Евгения Братунова. Маска, она может быть не защищает стопроцентный мотиворок, может не защищает, но оно значительно уменьшает количество вирусов, поступающих в организм. А, соответственно, и нагрузка вируса на организм уменьшается, и оно им будет иметь более мягкую симптоматику. Несколько часов, это значит очень тесный контакт, это семейный контакт, заболел один член семьи, я не открою большой секрет, да, когда скажу, что болеют семьями целыми. Да, и до нескольких дней, это когда доза была небольшая, контакт был непродолжительный и нетесный. Грипп, парагрипп, это прежде всего симптомы интоксикации. Это ломота, это мышечная боль, это головная боль, это высоченная температура 39-40, плохо поддающаяся лечению. Медики рекомендуют населению соблюдать физическую дистанцию, личную гигиену, обращаться к врачу при появлении первых симптомов, избегать мест скопления людей, носить маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, а также вакцинироваться против сезонного гриппа.